Здравствуйте, ребята! Продолжаем наш урок русского языка. Давайте рассмотрим задание номер 18. Оно звучит следующим образом. Расставьте знаки припинания, укажите цифру или цифры, на месте которой которых в предложениях должна или должны стоять запятая или запятые. В этом задании мы тоже не знаем, сколько знаков припинания нужно будет поставить, какой будет ответ. В этом задании встречаются обращения, вводные слова, вводные словосочетания. Давайте вспомним, что это такое. Обращение — это слова и сочетания слов, которые называют адресата речи, человека, к которому обращаемся, мы или другой человек. Вместе со всеми словами, которые к нему относятся, это обращение обязательно выделяется запятыми. Но есть некоторые нюансы. Во-первых, обращение не всегда состоит из одного слова. Оно может быть распространенным, поэтому ваша задача — найти границы этого обращения. Есть хороший способ просто это обращение переставить, тогда вы увидите, где же оно. Например, «Здравствуй, мама». «Мама» — это обращение. «Дорогие бабушка и дедушка, поздравляю вас с праздником». «Дорогие» будет относиться к обращению, и запятую мы поставим только после дедушки. Обращения, ребята, может быть несколько. И если они соединены с союзом «и», то между ними, как и в однородных членах предложения, мы запятую ставить не будем. Девочки и мальчики, сегодня мы идем на концерт. Но как только исчезает союз, мы между обращениями, как и при однородных членах предложения, ставим запятую. Что касается частиц и междометий. Вот здесь бывает сложно детям разобраться, потому что есть большая разница. Если перед нами частица, которая примыкает к обращению, то мы не будем отделять запятой. А если это междометие, то мы его запятой отделим. Как нам различить, ставить запятую или нет? Запомните, ребята, что частицы придают эмоциональный оттенок к обращению и имеют какое-то усилительное значение. И относится оно к обращению. А междометие, оно обращено в целом ко всему предложению. Давайте сравним примеры. «О поле мое заветное, ты сейчас отдыхаешь после жатвы». Не выделяется никак эта частица, она относится ко всему обращению. Сравните. «О ветер, о снежные бури» или «Ох, Василий Ефимович, как неприятно шутите вы». Вот это «ох» обращено ко всему предложению. А Василий Ефимович отдельно выделяется как обращение. Междометие «эй». Оно может выступать в качестве самого обращения, как призыв или как привлечение внимания. Тогда мы его выделим запятой. Очень часто, ребята, в этом задании встречаются местоимения «ты», «вы», а «они» являются обращениями. Ребята, не всегда нужно будет смотреть на контекст. Чаще всего они не являются обращениями. Если при них есть сказуемое, значит, это точно не обращение. Любишь ты, Марья Ивановна, на смешке? Любишь. Кто? Ты. Ну, вы, вставайте. Эй, вы, идите сюда. Да, здесь нет при них сказуемых, поэтому это обращение. Вводные слова и словосочетания. Вводные слова и словосочетания, ребята, привносят в предложение какой-то смысл. Различную степень уверенности, неуверенности. Это может быть, они могут выражать источник сообщения, могут выражать связь мыслей, помогать оформлять свои мысли, указывать на экспрессивный характер высказывания или выражать обращение к собеседнику с целью привлечения внимания. Обратите внимание на эту таблицу и посмотрите, и вы убедитесь в том, что вы в своей речи очень часто используете эти вводные слова. К счастью, не к счастью, конечно, конечно, я готовлюсь к ЕГЭ. К сожалению, мы сегодня не учимся. Мы показываем свое огорчение. Говорят, думаю, во-первых. Во-вторых, тоже выделяем запятыми. Словом сказать, нечего сказать, видите ли, и так далее. Ребята, очень часто вы некоторые слова путаете с вводными словами. Обратите внимание на этот список. И шрифтом жирным я выделила именно те, которые чаще всего вы путаете. Эти слова не являются вводными словами, и их не стоит выделять запятыми, иначе будет ошибка. В конечном счете, вдруг, именно, как бы, между тем, якобы, и другие слова. Запомните эти слова и не выделяйте запятыми их. В этом задании тоже встречается амонимия слов. Давайте рассмотрим несколько примеров. Если вы будете рассуждать, то вы всегда, ребята, будете отвечать правильно. Посмотрим. Водные слова не являются членами предложения, и мы к ним не можем задать, ребята, вопросы. Рассмотрим пример. Чтобы знать язык, глубоко уважаемый Иван Петрович, его, несомненно, надо учить и постоянно практиковаться в нем. Обратите внимание, мы здесь видим обращение Иван Петрович. Но есть слово глубоко уважаемый. Конечно, ребята, оно будет относиться ко всему обращению. Тогда мы поставим запятые перед глубоко уважаемый и после Ивана Петровича. Несомненно, несомненно, выражает степень уверенности. Это действительно вводное слово. Вводное слово можно вырвать из контекста. Его надо учить постоянно практиковаться в нем. Кстати, это вам поможет, если вы не знаете, каковы границы. Вдруг это будет вводное словосочетание. Несколько слов, а не одно. Язык – это, несомненно, наиболее стабильный инструмент управления и очевидный носитель общественного сознания. В целом наш язык остается по-прежнему великим и могучим. Мы снова видим сильную степень уверенности. Несомненно. Когда вы сомневаетесь, вы можете подобрать синонимичное слово. Например, вводное слово «конечно», тоже мы уверены. Поэтому мы выделим запятыми. Наиболее стабильный инструмент. В целом. В целом выделять мы не будем. Это не вводное слово. Наш язык остается по-прежнему. Остается как? По-прежнему. Задается вопрос, это у нас на речи, и тоже не будет вводным словом. Онегин. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас, и что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Неправда ли? Вам была не новость смиренной девочки любовь? Где вы видите обращение? Конечно, Татьяна, милая Татьяна, обращается к Онегину. И мы выделим это обращение запятой. Я тогда моложе и лучше, кажется, была. Татьяна сомневается. Слово «кажется» выдает ее неуверенность. И это, несомненно, вводное слово, которое мы выделим запятыми. Не правда ли? Это будет вводным словом? Как вы думаете? Нет. Это будет одна фраза, мы не будем, правда, слово выделять. Девочки, это обращение? Смиренной девочке любовь. Конечно, это не обращение. Поэтому запятые мы ставим только в этих случаях, в трех случаях. Ах, война! Что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили. И ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Замечательные строки Булата Акоджавы. Кому обращается поэт? К войне. Но мы здесь видим, ах, что это будет. Будем ли мы ставить запятую здесь, или это будет одно целое? Посмотрите, на самом деле это междометие обращено ко всему предложению. Ах, что ты сделала? Значит, запятые мы поставим здесь. Война. Обращается к войне. Наши мальчики головы подняли. Мальчики что сделали? Подняли. Это у нас будет подлежащим, поэтому это никак не может быть обращением. Повзрослели они до поры. До свидания. Кому обращаются? К мальчикам. Мальчики, запятая. Мальчики обращаются. Постарайтесь вернуться назад. То есть здесь мы при цифре 4 и при цифре 5 обязательно поставим запятые, потому что это обращение. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты наказань осуждена? К кому обращается Александр Сергеевич Пушкин? К дару. Он какой напрасный. Распространенная, да? Случайный, жизнь, к жизни он обращается, ставим запятую. Зачем ты мне дана? А давайте рассмотрим эти местоимения. Будем ли мы их выделять? Будут ли они у нас обращениями? Ты что сделана? Дана. Ты что сделана? Осуждена. Есть сказуемое. Значит, в данном случае местоимения не будут обращениями. И запятые мы в этом случае не поставим. Дорогие ребята, готовясь к этому заданию, не забывайте, пожалуйста, что и обращения, и вводные слова можно вырвать из контекста, поменять местами. В таком случае вы увидите границы постановки знаков припинания. Помните об амонимии слов. В этом случае вам нужно будет определить, какая часть речи перед вами. И тогда вы не ошибетесь и правильно расставите знаки припинания. Занимайтесь больше, и у вас обязательно все получится. Спасибо за внимание. До свидания.